это проект народ спросит а мы именно в нем обсуждаем на нашем канале маланка лайф те вопросы которые задаете в нам вы наши зрители зрители маланки никола канала маланка лайф канала маланка медиа вы можете оставлять свои вопросы в комментариях можете присылать их в наш чат-бот не забывайте это делать ссылку на него вы найдете под каждым нашим выпуском ну а сегодняшний вопрос а вместе с нашими гостями будем обсуждать и мы кать пытлива и андрей микрюков добрый вечер всем у нас сегодня очень важный вопрос и очень интересный что происходит в окружении лукашенко естественно мы обсудим этот вопрос у нас естественно появилась потому что произошла смерть недавняя чиновника по фамилии макей уже прошло сколько времени уже и прощание прошло и до сих пор еще не услышали информацию реальную о том что же произошло официальную причину смерти более того на государственных каналах данной гибели уделяют очень мало времени и даже церемония прощания в повестке государственных медиа заняла буквально пару минут а в отличие от довольно долгих обсуждений других актуальных тем наверное более актуальных для белорусской повестки но интересно конечно не только внезапная гибель макея но и то что происходит сейчас в окружении лукашенко в так называемых белорусских элитах я напомню что мы обсуждаем данный момент и обсуждали в том числе и в нашем проекте шанс на революцию как вообще какова вероятность дворцовых переворотов в беларуси в россии сегодня вот именно на этих настроениях на состояниях на страхе возможным или наоборот абсолютной лояльности в окружении лукашенко мы бы и хотели сделать акцент обсуждать эту тему мы будем с валерием карбалевичем и андреем котовым это известные белорусские политологи доброго вечера вам добрый вечер анатолий валий добрый вечер добрый вечер давайте мы начнем вот с такой вот важной темы которую подняли все наверное независимые сми все-таки ваша версия смерти макея что это было рассматриваете ли вы какие-то конспирологические версии это все-таки все логические причины валерий давайте с вас начнем я вообще по своей природе скептически отношусь конспирологии и как правило все политические события объясняются проще самой реальной и и самой естественной причины поэтому я здесь считаю что просто земная жизнь человека она к сожалению имеет свои пределы и как раз сейчас мы наблюдали именно этот процесс я не стал просматривать какие-то конспирологические версии связи с этим конечно этот же вопрос хотелось бы адресовать и вам анатолий что вы думаете какие у вас версии может быть вы на стороне конспирологов или вы верите в то что это случайность или какие-то физиологические причины как и валерий на самом деле тоже против конспирологии в данном конкретном случае тем более потому что первое нужно если ты конспирологии то нужно понять кому это выгодно какой-то выгоды не извлекает условно говоря ни одна из трех сторон про коллективный запад там в этом случае говорить вообще смешно потому что собственно говоря владимир макей был одним из наверное последних белорусских чиновников который умудрялся достаточно системно общаться с западом и ему верили чуть больше потому что он все-таки пользуется влиянием белорусской системе в системе белорусского режима в россии он не делал глобально тоже как бы ничего плохого и связывать этак его смерть с тем что ему таким образом не дали поехать саммит обсе в польшу но тоже глупо ничего хорошего на саммите для себя он бы не услышал тем более что замену ему достаточно быстро нашли в плане участника этого мероприятия пусть и естественно как бы не такую влиятельную больше можно здесь говорить о том что персонаж который сам тоже в свое время неплохо получил от системы смысле пострадал от нее прошел тоже через общение с спецслужбами и обвинялся по ряду неприятных статей но продолжает как бы не работать и если говорить о самом режиме скажем лукашенко то ему это тоже не сильно нужно потому что ну вызывает только напряжение какую-то дополнительную турбулентность в рамках системы поэтому я предпочитаю в этом увидеть то что можно назвать человек сгорел на работе не выдержал если это можно назвать работ просто действительно не выдержал я опять таки не там сожалею и не выражаю сочувствие многим бывшим коллегам который находится внутри системы но там и до 20 года здоровье не было в приоритете начальство после двадцатого года более менее адекватным персонажем которые понимают вообще чему все идет владимир макея сто процентов нельзя отнести к всем совершенно не понимал последствий своих действий и стало еще намного сложнее жить в этом постоянном стрессе пониманием отсутствие хоть малейших перспектив выйти из этого тупика в которой система себя загнала поэтому я против конспирологии за то что просто не выдержал валерий а ваше мнение внесла ли смерть макея в разлад и какой-то страх в чиновничьи круги или все-таки сейчас мы система настолько монолитно что все-таки смерть макея такое незначительное событие внутри системы да и во вне и смерть макея было неожиданно для всех и наверное единственный вопрос который возникал это то с какими почестями и он будет похоронен и какое внимание его прощание с ним будет будут уделять государственные структуры государственные институты государственные сми я не вижу причин по которым какой-то разлад мог возникнуть в окружении александра лукашенко связи с тем что умер один из скажем так министров правда министр тяжеловес который долгое время занимал статус тяжеловеса в этой политической системе что достаточно редкое явление потому что в такой системе где есть только один политик нет места тяжеловеса а вот макею это удалось и это удалось по простой причине у лукашенко не было видимо ни малейшего сомнения в лояльности макея именно по этой причине он позволил ему долго находиться у власти долго находиться во главе министерства иностранных дел четыре года был главой администрации и эти должности просто силу естественных причин надают чиновнику политический вес это лукашенко не пугало тем более что макей продемонстрировал лояльность как раз после после двадцатого года в двадцатом году в ходе протестов вот поэтому никаких никакого шока или кризиса в окружении лукашенко это не вызвало и не могло вызвать в рамках этой системы все чиновники взаимозаменяем но в то же время если рассматривать недавние заявления опять же независимые медиа и не только белорусские в первую очередь а украинские и российские цитировали источники которые сообщали что после смерти макея лукашенко сменил там тех людей которые его окружают я имею виду обслуживающий персонал там и дегустаторов и поваров и что это было чуть ли не отравление но понятно вы уже заявили свои позиции по поводу конспирологических теорий но если рассматривать вот эти ну не скажем прямые угрозы но тем не менее заявление в сми которые тоже роль угроза выполняют о том что мол собирается кремль ликвидировать лукашенко а смерть макея это чуть ли не предупреждение лукашенко о том что его ждет если вдруг он перестанет слушаться кремль вот если в этом ключе рассматривать сложившуюся ситуацию и настроение внутри элит может быть не разлад но хотя бы страх мог поселиться в окружении лукашенко как вы думаете анатолий китерина но опять-таки принимаю внимание что конспирологии уже бросили в сторону да и сообщение о том что была произведена смена охраны поваров и так далее и тому подобное это вот к разряду конспирологии из разряда конспирологии в которые еще сложнее верить чем в версию того что макея убили на страх он появился но носят несколько другую природу опять таки это природа абсолютно естественно беларусь несмотря на то что режим достаточно возрастной но скажем какие-то громких государственных похорон сильно не помню и в этом плане как раз смерть чиновника тяжеловеса она всем напоминает о том что люди смертны в системе людей старше владимира владимировича гораздо больше чем тех кто моложе его и это все как раз те топы здесь я с валерием не до конца соглашусь что скажем белорусский режим эта система в которой нет незаменимых людей формально вроде как бы и так но все-таки тяжелый вес тяжелая артиллерия опыт и прочие как бы все вещи они не носят идентичный характер есть но я не знаю я бы сравнил это с там каким-то автомобилем да не знаю западного производства да в котором ломаются детали но в сервисе доступны лишь дешевые аналоги в общем то она вроде как бы и работает но работает менее эффективно поэтому понимая что с каждой с каждым таким выбыванием силу любых причин достаточно серьезных тяжеловесов сам режим становится менее эффективным но можно ожидать просто того что эта система быстрее сама себя развалит вот поэтому до появился страх появился ныне но они носят совершенно другой характер потому что все видят чем собственно говоря все заканчивается для тех кто остался системе благодарности какой-то там но серьезной нету почестей особенно тоже только смерть на практически рабочем месте это перспектива мягко скажем удручающий поэтому думаю что сейчас не один белорусский чиновник из в том числе как бы топов в перемешку с обсуждением тех самых различных конспирологических теорий задается вопросом а кто следующий не я ли этим следующим стану смерть произвела впечатление просто того что эта система не вечная и монолит в этом монолите самое слабое звено это как раз люди которые могут заболеть умереть чем сильнее он прессинг чем сильнее стресс чем сильнее диссонанс между тем что ты делаешь тем чем бы ты хотел заниматься на самом деле по жизни тем ближе большому сожалению вот это естественный предел и тем выше шансы того чтобы умереть на рабочем месте а тебе потом еще никто спасибо не скажет здесь страх носит абсолютно естественный характер и все но так заглянули не знаю что такое какое-то лицо бездне пропасти дальше это этому поезду просто двигаться некуда и вот белорусские чиновники начинают наконец-то рефлексировать по крупному валерий а вот как вам кажется на чем сейчас держится так вот этот монолитный как нам кажется в кавычках чиновничный аппарат только ли вот на боязни перед хозяином перед диктатором такой или вот на животном страхе от неименуемого все-таки неотвратимости будущего наказания ли есть все таки может быть какие-то мотивации тем более вот как мы понимаем что белорусский чиновник он все-таки существо рефлексирующие режим держится первое на страхе потому что чиновники которые ушли из должности и тем более заявили публичный протест их наказывают гораздо сильнее чем традиционных оппозиционеров во вторых режим держится на личности александра лукашенко это тот стержень который цементирует весь режим если этот стержень убрать режим долго не продержится режим обязательно будет эволюционировать вот именно по этой причине я думаю что какие-то разговоры про то что россия хочет руку брат лукашенко но они беспочвенны потому что если лукашенко уходит режим белорусский политический режим вступает стадию кризиса потому что любые персоналистские режимы режимы личной власти после ухода первого лица как правило переживают политический кризис поскольку нет легальной легитимной системы перехода власти и поэтому провоцировать искусственно политический кризис у своего единственного союзника с точки зрения интересов кремля но это самое глупое что могло бы прийти сейчас в голову так сказать владимиру путину вот ну и наконец третий фактор это ну какой-то фатализм и обреченность то есть вот нет никаких перспектив и вот как раз этими репрессиями которые продолжаются уже больше двух лет лукашенко доказывает чиновничьему аппарату что нет вариантов нет перспектив и даже не надо пытаться что беларусь фатально гарантированно фатально значит на долгие годы вперед обеспечена тем что власти будет александр лукашенко александр лукашенко он будет вечен он не никуда не уходит и вот это это является тем фактором который цементирует режим еще один вопрос который хотелось бы обсудить это вероятность ну не то чтобы дворцового переворота но каких-то блужданий скажем так в окружении лукашенко но для того чтобы куда-то уйти отстраниться ну не то чтобы предать но тем не менее пойти в другом направлении нужны определенные условия вопрос есть ли они в беларуси учитывая что сейчас вот например в кругах демократических сил россии идут вот эти разговоры а вот да чиновники ну приближенные к путину либо которые находятся несколько по отдаль они задаются вопросом особенно если говорить о региональных мы то готовы выступить против войны но что вот куда нам обратиться кому нам присоединиться и что нам вообще делать в беларуси ну есть прямо скажем небольшая альтернатива которую недавно заявили в том числе и объединенные переходные кабинеты народное антикризисное управление это резерв честных чиновников что мол даже занимая свою руководящую должность можно к этому резерву присоединиться можно заявить о своем желании стать частью вот этого чиновничества в новой беларуси а если человек например решил уйти в отставку не выдерживая нынешнее давление нынешние условия и сосуществование с режимом а потом человек может вот сейчас присоединившись к этому резерву вернуться к должности и заниматься уже своими делами в новой беларуси вот насколько это вообще может сработать и есть ли на самом деле действительно хорошая привлекательная альтернатива для белорусских чиновников которые может и хотели бы пойти против режима или отойти в сторону от режима и присоединиться сторонникам перемен что вы думаете об этом анатолий надо сказать что инициатива может быть и полезная но она не обеспечена материально надо понимать что все белорусские чиновники которые хотели уйти большинство из них уже ушло из системы почему я так говорю потому что те кто чего-то не понял в 2020 году должны были понять это 24 февраля 2022 года каких-то серьезных там уходов от ставок в 2022 году было меньше чем в 2020 это связано на мой взгляд с тем что действительно большинство из тех кто ушел они ушли до этого второе уходить белорусскому чиновнику в общем то вне это уход в никуда надо понимать что опять таки белорусский чиновник это не какой-то там супер профессионал который очень легко себя найдет в другой сфере жизни либо он достаточно такой какой-то зажиточный персонаж который может себе позволить после госслужбы не то что несколько лет несколько месяцев там не работать да и жить скажем так припеваючи в третьих репрессии прокатились по тем кто он действительно даже просто ушел без каких-то громких заявлений то есть надо сказать что ну здесь страх его как оружие использовал режим достаточно грамотно но и как бы еще одна история еще один как бы аргумент а сколько ждать да то есть вот эта неопределенность она людей достаточно серьезно сдерживают от таких радикальных шагов так сказать я устал я ухожу хотя наверное многие были бы рады особенно если бы знали что за какой-то не знаю набор проступков если не преступление которое с 20 по 22 и раньше была объявлена амнистия да то наверное был бы какой-то реальный стимул принимать вот такие решения об уходе те кто не ушел до этого скорее всего вряд ли будут выходить из системы создавая какую-то альтернативу опять таки в нормальной ситуации переход из власти в оппозицию он не влечет никаких для человека политических неполитических серьезных последствий по жизни так нормально функционируют страны здесь это как бы воспринимается как предательство со всеми вытекающими из этого последствиями перспективы с одной стороны туманные неясные в том числе по финансовой стороне по времени ожидания с другой стороны скажем есть страх того что какая-то негативная реакция со стороны режима она настигнет быстрее но опять таки может быть сегодняшнее прощание с Владимиром Макеем как раз затронет дополнительные скажем какие-то эмоциональные стороны что на самом деле здесь перспективы тоже вот оказаться просто деревянные вещи не больше не меньше причем опять за это никто не скажет спасибо но я не сильно скажем так верю в то что инициатива по созданию там кадрового резерва она принесет свой результат как инициативу потому что для этого нужно обеспечивать каждому кто переходит на какую-то меняет сторону решает больше не участвовать в играх режима его поддержать нужно обеспечить какой-то социальный пакет чем такие люди лучше тех кто просто оказался в эмиграции не был чиновником вынужден был уехать в а в а вот как вы думаете в нынешней такой бюрократической запуганной системе среди чиновников остались вообще люди белорусы чиновники работники которые прозападно ориентированы то есть которые воспринимают беларусь до сих пор как суверенное государство или все-таки это уже у них у всех головах внутри уже русский мир ну прежде всего никого никому не интересно что в головах у белорусских чиновников белорусское чиновничество белорусская номенклатура не является субъектом политики и оно является только инструментом в руках Лукашенко для реализации его воли поэтому что на самом деле думают чиновники это не так важно тем более что чиновникам вообще думать не положено в рамках этой политической системы которая существует существует в Беларуси думающие чиновники это большая крамола вот поэтому им положено исполнять приказы и так далее чиновники которые думают давно выдавлены из системы давно ушли и в результате естественного отрицательного отбора остаются такие которые которые не то что не должны думать прозападно или антироссийски вообще не должны думать ни о чем поэтому я как-то очень скептически отношусь к вопросу о том что на самом деле думают чиновники это вообще сегодня не столь важно чиновники могут стать субъектом политики только в условиях какого-то острого политического кризиса вот в двадцатом году если бы этот кризис эти протесты продолжались больше и стали еще более сильными был шанс когда бы на каком-то этапе чиновники могли стать действительно реальной политической силой парламент мог стать реальной силой вот но в условиях авторитарного режима они все равны нулю это наверное лучшее завершение блока рассуждений об окружении Лукашенко и о белорусских чиновниках спасибо большое за участие и за ответы на вопросы наших зрителей которые так вот обобщили мы в рамках одной темы на связи у нас были анатолий котов и валерий карбалевич спасибо вам большое и хорошего продолжения спасибо хорошего вечера спасибо до свидания ну а нашим зрителям я напомню что любая наша дискуссия спровоцирована вами так что присылайте свои вопросы задавайте их экспертам а мы в развернутом формате на них отвечаем на нашем канале маланка лайв жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующий ответ на один из ваших вопросов ну и в коротком формате в авторской программе Андрея народ спросит на нашем канале маланка медиа каждый понедельник мы также а точнее не мы а эксперты отвечают на ваши вопросы эфир для вас провели катерина пытлива андрей микрюков спасибо что были с нами всего хорошего и живи беларусь что вы не можете не